А чё, цикл? Мама, ты хочешь мне пообщаться? Нет. Давай, сейчас я сделаю что-нибудь. Давай вот так. Расскажи про твое детство. Самое первое, если я помню, как я стою в Каратахстане. Там какая-то нюрка. И родители её ругают. А я стою в Мужики, не знаю кто. Мне это было. Первое то, что я себя помню. Потом я себя очень хорошо помню. Мы жили в 16 квартале Тесьмания. Пришла в тюрьму. А я хотела со шестой. А зачем? В сталинское время она шла с работы. Она работала на хлеб. А из-за этого? И все не смеют в банке хлеба. У всех процентов взять деньги. Даже не по центру. Она это заплачивает милиции. Все побросали хлеб по-другому. И вот я помню, хорошо я сидела на кровати. Она пришла и гром. Бабуля плакала. Там где-то мазал. Там где-то мазал. Там где-то мазал. У меня было ещё в Сталин. У Сталин умер в 1953-м. А тебе было три котика? Нет, подожди, тебе было пять лет. Пять лет. А мы ещё в сталинское время с хлебом шли. И все хорошо помнили. Потом я помню уже себя очень хорошо. А это у нас не помнили. Еще тут уже постоянно фотографировали. Ставлю писька, а те фотографии есть. И она. Позир. Мне хотелось уже быть красивой. Красивой на фотографии. Получились все. Это и потом... А, да, я хорошо помню, когда дядь Вова родился. Но я тоже был 55-й год. Тебе уже было семь лет. Дядь Вова родился. Мы же... Я у бабы уже в основном жила за школу. Подали телеграмму, что родился. И бабуля уезжает. Мне было семьи. А тетне родило двенадцать лет. И мы остались с ней вдвоём. А снег пошёл такой большой. Мы встали на двери открыть. Мы встали там в окно случайно встречать. Я помогла. В общем, мужчина пришла. Дорожку прокопали. Я иду, и снег выше меня. Почему? Дорожку прокопали. Потом нас забрала бабуля и сестра. Вот теперь выглядела я на себя. Что я делаю? Что я делаю? Ты рассказывай. Я подкрыла... Смотри, это я потом... Люб, смотри, я хочу посмотреть у себя. Зачем такие проблемы? А почему? А ты что-то плохое рассказала? Ну, что я была... А ну что? Это ты? Дорожка уже делай. Люб, смотри. Я не хочу, чтобы ты рассказала. Почему? А ты так всегда разговариваешь, мам. Да. Ты знаешь, есть такой фильм? Можно пультики промотать. Там трафик. И твою жизнь промоталась. Быстрый раз, ты уже на работе. Не надо быть в трафике. Ты сидишь на работе? А, работа надоела. Я хочу уже домой. Давай я быстренько свою жизнь промотаю. И ты уже дома. И что он нашел? Он так все промотал. Сидит за столом. Ругается. Как мне надоело эта ругачка. Давай я промотаю, чтобы я уже телевизор смотрела. И он уже телевизор смотрел. Надо детей спать положить. А, давай чуть-чуть промотаю. То есть мы промотали свою жизнь? И он так промотал, промотал, а потом там. Потом смотрит в зеркало. А ему уже там 75 лет. Подожди. У нее такая дочка уже взрослая. И мы не замечаем этого. Как даже говорят, не торопитесь. Да. И дочка говорит, а ты всегда мотал все. Радуйтесь, что как бы ваши дети на стенках присутствуют на своем творении. А вы не захотите, чтобы она вам дороже. Сама Василия Григорьевна. Дети кушают развивание себя обедом. Да. А это само величество Марии Григорьевны. Так у него был шанс. Все с начала. Команда слышит меня? А Ира тебя первый раз видит? Да. Ир, ты видал Васю? Ира? Ну она, наверное, на работу ушла. Сто лет это сколько? Пять лет. Ну куда-то, наверное, шла. Команда стала. Команда стала. Команда стала. Команда стала. Команда стала. Команда. Ты что, Боб вообще ее не видела? 16 лет. Команда. Больше 16 лет. Ира, когда ты была в Америке последний раз? В 96-м году. Любовник какой-то желтый был. Это тогда ты видела в последний раз? Да. А там видела, когда я нашел. А в скайпе видела? Нет. Ну сейчас. Мне интересно на себя посмотреть, как на самом деле я в натуре. Ты серьезно? Вот так поставить, как ты идешь. А просто вот телевизионные, вот они смотрят целую часть. И тебя смотрят миллионы людей. И каждый день. И еще брать интервью и говорить. Во-первых, надо сидеть вот так. И не так вот. А вас надо уходить там, где-то после. Сидать. Через месяц, наверное, сколько прошло? Чуть-то, наверное, полмона прошло. Две недели. Да, две недели. Здрасьте. Или посмотри только это. Наверное, точно полмона какой-то вас объявляет. Ой, что-то так страшно. Приятно. Почему это будет не посмешивше? Вот ты смогла бы вести вот как опра? Целая? А что опра? У меня что? Я сама лучше опры. Давай, задавай мне вопросы. Вот ты мне интервью, спрашивай у меня. Что тебя спросили? Я не знаю, вот я пришла тебе в интервью. Люба, ты счастлива в своей жизни? Да, очень. А вот в чем твоё счастье? Ну, в детях, в семье, в здоровье. Я считаю, что у меня ещё бабушка жива, родители как бы. Все здоровы. А детка есть? Моя семья, все благово устроена. Я очень счастлива. Крутая девушка. А ты коварная. А ты коварная? Да. У меня уже мама спросила, старшая сестра спросила. Наверное, да. А в чем ты коварная? Как ты коварная? Это надо моих братьев-сестёр спросить, особенно старших. А что такое коварная? Я даже не знаю. А я коварная. Ты же у интервью берёшь, а не я у тебя. Я у тебя не коварная? Нет. А что ты коварная? Я уже не знаю. То есть ты говоришь ласковые слова. Делаешь комплименты, но всё это слышно. Давай во первые десять минут. Решай к нам, а то я тебе не думала. Ты думаешь, я такая... Ты думаешь, я такая... Ты думаешь, я такая... Ты думаешь, я такая... У меня голова чешется, надо помыть. Это вот, ну, коварная, это человек, который... Ну, допустим, надо подсидеть свою сотрудницу. Ты делаешь всё её, провоцируешь на то, чтобы она делала ошибки. Да, это коварство. Всё ведёшь к тому, чтобы она слетела. У меня было с Мариной Винковой, когда мы ходили на интервью. У нас было вдвоём интервью. Не, ну я ж ты не вы так говорила. Ни она, ни я. Мы просто... Там несколько человек было. Там что-то пять или шесть человек. Мы пришли в Москву. Мы пришли в Москву. Ты встречаешься с парнем. А мне он нравится. И я делаю всё так, чтобы тебя отчеркнуть. И всё. Он мой. А ну, там второе место. Да. Уау... 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 Уау...